МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Педагогическое образование, как и все другие сферы высшего образования нашей страны, находятся сейчас на переломном этапе. Сообща решать проблемы. Чем привлекает экспертов всего мира Международный форум по педагогическому образованию? Пока существует человек, существует речь, соответственно, существует филология. Язык – сердце народа. Каков портрет современного филолога? Интерес к наукам о Земле, он растет. Ночь, луна и вся Земля. Как предлагают провести географическую ночь в Казанском университете. Чтобы вот этот Коран здесь печатает, было разрешение царя. В память о первом Коране. Какую мемориальную доску открыли в КФУ? 800 исследователей, представляющие 116 городов, 15 стран, 167 университетов. Это участники 9-го Международного форума по педагогическому образованию ИФТЭ. Все они приехали в Казань для знакомства с новыми тенденциями в образовании. А еще более 12 тысяч педагогов посетили заседания в онлайн-формате. Один из организаторов форума – Казанский федеральный университет. Именно он является главным вузом республики по подготовке педагогических кадров. В Татарстане работает масштабная система подготовки учителей. Это и педагогические классы общего образования, и специализированные колледжи, и вузы, а также диссертационные советы. В вузах республики по педагогическим специальностям обучается более 12 тысяч человек. Большая их часть учится в КФУ. В систему входят детский сад, общеобразовательные школы, направление дополнительного и высшего образования. Казанский федеральный университет стал первым вузом в России, который вошел в международный рейтинг по подготовке учителей. Поэтому Международный форум ИФТ собирает такое количество участников. Именно здесь эксперты могут в течение нескольких дней обсудить современные методики и тенденции развития педагогического образования. Эльвира Замалядинова пообщалась с педагогами. Стремительное изменение тенденции образования, развитие современной науки. Все это учителя должны учитывать в своей работе. Именно от знаний педагога зависит успеваемость учеников и качество образования в стране. Но сделать это можно, лишь объединившись в одну команду. Так, на протяжении 9 лет в КФУ организовывают форум по педагогическому образованию. Его главная цель – обмен педагогами своим опытом и лучшими практическими наработками. Мы всегда позиционировали наш форум как площадку, где ученые нашей страны, зарубежных стран обмениваются передовым лучшим опытом преподавания в средней школе, в ВУЗе. И вот как раз-таки эти результаты, которые не только можно было услышать на оффлайн заседаниях, но и можно было увидеть в онлайн формате. К ним можно обращаться бесконечное число раз, так как все они существуют в записи и размещены на нашем сайте. Каждый год новая тема. Ее выбирают, учитывая современные реалии. Так, на прошлогоднем форуме ученые вели обсуждение по сохранению здоровья учителю в 21 веке. Тогда самоизоляция внесла свои коррективы в сферу образования. А в этом году исследователи задумались о современных тенденциях. По словам Айдара Калимулина, нужно научить педагогов быстро адаптироваться в новых реалиях. Мы очень горды тем, что подавляющее большинство наших коллег не прервало взаимоотношений с российскими учеными, с учеными Казанского федерального университета. Безусловно, они стали менее интенсивными, так как существуют запреты в ряде западных университетов на сотрудничество с учеными из нашей страны. Но мы продолжаем это сотрудничество и свидетельством тому выступления в качестве ключевых спикеров, выступления на наших секциях ученых из 15 стран мира. Главная задача педагога – воспитать человека. Такое мнение выдвинул доктор педагогических наук Роза Валеева. Достичь эту цель возможно, только проявив к детям любовь и уважение. Но в эпоху цифровизации образования делать это становится сложнее. Именно на решение подобных проблем и проводится форум педагогов. Диктует время, диктует новые социально-политические условия, какие-то изменения. И ответом педагогического образования должно быть решение этих проблем. Международный форум принял гостей из 15 стран. Ученые обменивались опытом на протяжении двух дней. Марина Попова приехала из Якутска. Проблемы современных детей она считает их клиповое мышление. Во время учебы таким ребятам тяжело запоминать необходимую информацию. Решение этой проблемы она надеется найти на форуме. Они отличаются более прагматическим подходом к жизни. Также, если им что-то не нравится и мне интересно, они просто не посещают занятия. И я бы сказала, что если мы сравниваем студентов, которые были у нас 10 лет назад, то раньше они были более ответственными. Возможно, авторитет преподавателя был выше. В течение двух дней на форуме преподаватели выступали с докладами. В основном они были посвящены психолого-педагогическим аспектам подготовки специалистов к работе с детьми. Помимо российских ученых на форуме выступали и исследователи из других стран. Так, директор Портапского педагогического колледжа Бага Манприд Каур приехала из Индии с интересным докладом. Она рассказала о женском лидерстве. Одной из тем для обсуждения на форуме стала реформа высшего образования в России. В стране действует государственный стандарт обучения третьего поколения. Он должен был обеспечить подготовку специалистов, деятельность которых опирается на технологии мирового уровня. После принятия такого стандарта начали возникать трудности по ее осуществлению. Педагогическое образование, как и все другие сферы высшего образования нашей страны, находится сейчас на переломном этапе. Это связано с той реформой, которая сейчас началась. На форуме исследователи рассмотрели недостатки этого образовательного стандарта. Так им удалось обсудить возможности разработки чего-то нового. Педагогическое сообщество вместе с учеными работали над созданием четвертого поколения образовательного стандарта. А с другой стороны, у нас не менее амбициозные планы, потому что нам надо помочь нашему государству выстроить великую экономику, технологически независимую, сильную, спокойно смотрящую в будущее страну. И во многом это зависит от педагогики сегодняшней. За прошедшие годы масштабы и востребованность форума в российском научно-образовательном пространстве расширились. Параллельно Казанскому форуму в Казахстане также прошла встреча педагогического сообщества. А в конце мая ученые вновь соберутся, но уже в Узбекистане. Карина Саяхова, Львира Замаледдинова, Никита Акиншенко, ФУ. Итоги недели. День славянской письменности стоит рядом с другим, не менее важным для словесной культуры праздником – Днем филолога. Это ученые, которые бережно хранят язык, раскрывают особенности письменности и речи. Сама наука начала развиваться, когда пошло распространение письменности. Первые попытки описания особенностям языка дали мыслители Древней Индии. Своё развитие зарождающаяся наука получила в древних Греции и Риме. Сейчас ученые изучают современные феномены языка. Важно знать о культуре народов через призму языка, письменности и литературы. Казанский университет славится своей лингвистической школой. Это одна из самых знаменитых научных школ мирового языкознания. Она была основана полтора столетия назад профессором Иваном Бодуэном де Куртене. Казанские лингвисты обратили учение о системности языка открытием основных единиц каждого языкового уровня. Мы их знаем как фонемы, морфемы и так далее. Фактически все основные языковые единицы были открыты в Казанском университете. Сейчас в Институте филологии и межкультурной коммуникации учатся около 5000 студентов. Здесь обучают большому количеству языков. Конечно же, особый упор делается на изучение русского и татарского языков. И сегодня мы подробнее расскажем о том, как внедряется и развивается один из самых распространенных в мире языков. Русский Львина Минабудинова попыталась выяснить, кто же он современный филолог. Любовь к слову. Так переводится филология с греческого языка. Слово – главный инструмент, а для филолога – это предмет работы. Еще Владимир Аннушкин, известный российский лингвист, говорил, если речь – главный инструмент управления, то филологическое знание – основа управления обществом. В руках филологов великая миссия – миссия изучения, развития и сохранения слова. Филолог – это не только получаемая профессия. Филолог – это в первую очередь такой стиль жизни, такой образ. Образ человека, который внимателен к слову, который внимателен к текстам. Филология, она, наверное, сложна тем, что имеет дело с самым изменяемым, самым меняющимся явлением словом. То есть наше главное оружие и наше главное орудие – это слово. Это очень интересно наблюдать за тем, как, казалось бы, не связаны друг с другом слова, вдруг могут превратиться в одно единое целое. Филология сегодня идет в ногу со временем. И возникает вопрос – зачем филологу айти? Сфера информационных технологий не обошла стороной и филологию. Появляются новые профессии, такие как цифровой филолог. Основная тенденция филологии как науки – это, конечно же, ее междисциплинарность. Потому что, в принципе, это ведущий тренд всей науки. Трудно находиться только в рамках одного своего направления. Для того, чтобы двигаться вперед, нужно объединяться с другими исследователями, с другими направлениями. Один из основных трендов – это цифровая гуманитаристика. Вот то, что связь филологии и айти. Это нейролингвистика. Соответственно, связь лингвистики и медицины. Это компьютерная лингвистика. То есть, это использование компьютерных методов в обработке текстов, в работе с лингвистическими данными. Междисциплинарность – одна из основных тенденций развития филологии. Применяется она и в обучении студентов, будущих филологов. Образование филолога – это и языковая подготовка, и подготовка в области литературы. Студенты Института филологии КФУ изучают несколько языков. Литературу как русскую, так и зарубежную. Главное качество вообще любого филолога и, в принципе, любого ученого – это интерес к чему-то новому. Это умение находить способы восприятия новые, способы анализа новые. И пока человек не останавливается, он развивается. Конечно же, это очень сильно помогает филологу и любому ученому. Ну и, конечно, если мы говорим про филологию, в частности, это любовь к слову. Нельзя погружаться в слова, не любя их. Сегодня перед филологом открыто огромное количество дорог. Филология – творческая специальность. Применить свои знания выпускник филологического направления может почти в любой сфере. Стать журналистом, педагогом, переводчиком, режиссером. Для человека грамотного открыты пути почти на любом поприще. Сегодня огромное количество сфер, где востребована профессия филологии. Потому что сейчас все очень такое обтекаемое, все очень меняющееся. Начиная от какого-то копирайтера, заканчивая писательством, писательской карьерой. И даже, может быть, карьерой какого-нибудь режиссера в Голливуде. Это все может повлиять, это все может взять на себя филолог. О широком выборе профессии говорят и сами студенты-филологи. Здесь обучаются люди разносторонние и творческие. Для них многообразие, направление – немаловажный фактор. Так они могут раскрыть свой потенциал в любой желаемой сфере. У филологов много путей развития. Их, в принципе, нередко могут принимать в качестве каких-то ораторов, если они умеют разговаривать. Они могут пойти в театр тоже, так как они умеют подбирать правильные слова. Они могут пойти корректорами, редакторами, сценаристами. Я с раннего детства пишу разные рассказы, пробовала писать сценарии. И филология оказалась максимально близким как моему сердцу вариантам, так и хорошей перспективой на будущее. То есть филолог способен работать в разных сферах, он способен объединять в какой-то момент даже несовместимы. Например, филологию можно объединить с той же математикой. Казалось бы, это язык и математика. Изучение истории и культуры необходимо в любом языке. Как говорил Ломоносов, народ, не знающий своего прошлого, не имеет будущего. В языке работает та же формула. Не знать его историю означает не понимать, почему он сформировался именно так. А еще сложнее предугадать дальнейшее развитие. Для любого языка важно знать историю, потому что язык – это кладезь той информации, которая передается из поколения в поколение. И именно с помощью языка передается история. И изучая язык, невозможно не изучать историю. Для того, чтобы знать закономерности современного языка, нужно знать историю языка. Поэтому студенты изучают и старославянский, и латинский язык, работают с текстами в библиотеках и архивах. Изучение мертвых языков входит в работу филологов. Они необходимы для понимания оригинальных древних текстов. Но существует ли понятие «мертвый язык» сегодня? У преподавателей Института филологии на этот счет есть свое мнение. Если язык изучается, и хоть кто-то умеет на этом языке читать, или писать, говорить, это, наверное, уже не мертвый язык. И даже если мы говорим про древнегреческие, латинские языки, то они же до сих пор используются в речи. Мы используем какие-то фразы, какие-то основы, корневые для слов, заимствованные из этих языков. Любое изучение языка – это, конечно же, очень необходимо, потому что это процессы, которые происходят языком, и мы смотрим, как язык меняется, и мы можем предсказать, что произойдет с нашим языком, с русским языком в будущем. Любой язык, как живой организм, со временем меняется. Задача филологов – постоянно отслеживать этот процесс и не допустить помех в работе механизма. Изменения в языке – это норма, так говорят филологи. Но к любым переменам нужно подходить обдуманно. Появляются новые предметы окружающие нас, появляются новые названия этих предметов, и это совершенно нормально, что появляются новые слова в языке. Но, однако, конечно, нужно относиться к этому очень обдуманно, и когда мы придумываем новые слова для каких-то новых предметов, конечно, нужно учитывать, насколько по звучанию нам нравится это слово, насколько оно может прижиться в обществе, может не прижиться. Что касается русского, эксперты во мнении едины. Кардинальных изменений ожидать не стоит. Перемены в языке приходят медленно. Сначала в разговорной речи, затем слова постепенно проникают в нормативную лексику. Большое внимание сегодня уделяется виртуальному общению. Вместе с этим язык приобретает новую форму. Интернет, да, что вот эта сетевая система, она подстегает нас в какой-то мере общаться быстро, да, нам надо экономить время, поэтому мы очень часто сокращаем и очень часто используем какие-то, не замечаем своих ошибок. Интернет-общение зачастую закрывает глаза на неграмотность, и это переносится из виртуального мира в реальный. Здесь же возникает вопрос о чтении. Читает ли современный человек? Мы можем оценивать, наверное, по уровню наших первокурсников. В какой-то год первокурсники посильнее, в какой-то год, может быть, средние, да, знания. Но в любом случае, вот как сейчас модно говорить, что современное поколение не читает, поэтому они неграмотные, я так сказать не могу. Все-таки молодежь читает, может быть, не то, что хотелось бы нам, но все-таки они читают, достаточно грамотные у нас студенты. В начале 20 века, когда творили блок, когда творили белый, когда творила Ахматова, средний тираж поэтической книги составлял 500 экземпляров. Сейчас, если мы посмотрим на современных изданий, то тоже примерно, ну, 300-400-500 экземпляров. То есть, по большому счету, за 100 лет уровень, по крайней мере, тех, кто заинтересован, а мы понимаем, что тираж зависит именно от спроса, то есть мне нет смысла сдавать 100 тысяч экземпляров, если у меня раскупят только их 500. Поэтому, на самом деле, вот если мы берем вот эту статистику, то нельзя сказать о том, что уровень чтения падает. Сегодня люди, в частности молодежь, предпочитают читать по своим интересам. Комиксы, фэнтези или другие популярные жанры – все это тоже чтение. Современная литература открывает огромный простор выбора. Перечитателям сегодня доступна целая палитра авторов и жанров. Филолог – это ученый. Ученый – одно из самых сложных в науке дисциплин. И перед ним стоит важная задача. Перед преподавателями, как перед филологом, задача развития языка, его сохранения, поскольку именно язык у нас используется для коммуникации, для передачи информации. И для того, чтобы язык народу существовал, развивался, конечно, нужно его бережно хранить. И в республике у нас очень много программ, которые направлены как раз на сохранение развития родных государственных языков. Поэтому, конечно, бережные отношения. Вот это самое главное. Филолог – это не просто профессия. Филолог – это образ жизни. Существует какой-то стереотип, что это филолог, такой вот сидящий, степенно в своем кабинетике, вокруг много-много книг, томов, которые покрыты пылью. И вот он сидит у себя в келье, что-то там пишет, что-то читает. Конечно, нет. Сегодня филолог – это очень такая живая профессия. Потому что, ну, даже если мы говорим про литературу, да, про изучение литературы, это в первую очередь некая просветительская деятельность. Ты так или иначе общаешься с людьми, ты читаешь книги, участвуешь в каких-то мероприятиях, и ты уже не можешь быть вот таким вот отстраненным от мира, да, человеком. Это очень коммуникативный человек должен быть, конечно же, филолог. Умение видеть живой язык, умение использовать этот живой язык очень важно для филолога. Поэтому я не думаю, что филология когда-нибудь перестанет существовать. Потому что пока существует человек, существует речь, соответственно, существует филология. Пока жива речь, жива и филология. Филолог – мост между языком и людьми. Сегодня в КФУ на филологов обучается свыше 800 студентов. Задача преподавателей – взрастить профессионалов и привить в будущих филологах главное – любовь к слову. Эльвина Минабудинова, Андрей Багаудинов. КФУ «Итоги недели». Географы, метеорологи, геологи и ученые других специальностей расскажут об одной из самых интересных наук в мире – речь о географии. 2 июня в Казанском университете состоится Геофест. Необычную ночь проведут преподаватели вуза и специалисты Русского географического общества. Ученые расскажут о спасении городских озер, уникальных туристических маршрутах Татарстана, подводных арктических экспедициях. Лекторы на собственных примерах и историях расскажут о самом интересном в области их исследований. Любители космических историй узнают об освоении Луны. Кстати, Казанский университет – один из лучших в этой теме. Какие интерактивы, встречи и мастер-классы смогут посетить в этот вечер казанцы, мы поговорим с заместителем директора по практикам и взаимодействию с работодателями Института геологии и нефтегазовых технологий Андреем Терехиным. Здравствуйте, Андрей Анатольевич. Здравствуйте, Андрей Ильич. Уже совсем скоро стартует вторая серия проекта «Геофест». «Ночь география» 2 июня она состоится. Хотелось бы вас спросить, что будет из себя представлять мероприятие? Что на нем можно будет увидеть или, может быть, даже стать участником? Это мероприятие, которое мы проводим в начале июня в Казанском федеральном университете, собирает любителей наук о земле, географии, геологии. В этом году у него есть изюминка. Несколько конкурсов, интерактивов будут организованы на улице, то есть в уличном пространстве. Можно будет где развернуться, где немножко походить. А так мероприятие насыщено интересными событиями и интересными знаниями о науках о земле. Я так понимаю, там в программе не только интерактивы, есть еще лекции и фильмы. Да, конечно же. Конечно же. Вот это мероприятие, оно очень комплексное. И участники этого мероприятия могут и принять участие в интересных лекциях. Лекции, я хочу обратить ваше внимание, являются научно-популярными. Это нескучные лекции, которые, может быть, многие помнят еще об обучении в вузах. Это к старшим участникам нашего мероприятия относится. Это короткие, интересные, насыщенные, научно-популярные лекции. Я бы сказал, что очень приближенные по формату к TEDx. А на кого ориентировано мероприятие в первую очередь? Кого ждем в гости? Вот это мероприятие ориентировано на очень широкую аудиторию. Мы ждем абсолютно всех. От школьников начальных классов до уже людей, которые закончили свою трудовую деятельность. Что самое главное? Самое главное, чтобы им были интересны науки о Земле, самобытность родного края. Интересно изучать природные объекты, природные явления. Вот об этом мы в рамках этого мероприятия в «Ночи географии» все расскажем. И расскажем не таким менторским, может быть, даже, скажу так, чопорным языком, а именно доступным и интересным языком в формате практически где-то интерактива, где-то лекции, где-то прямо face-to-face. Хотелось бы вас узнать, мероприятие действительно становится традиционным, второй год проходит подряд. Но все-таки сам проект «Геофест», он для чего создан и вообще к чему хочет прийти? То есть, понятно, что много у нас научно-побулярных проектов в университете, и не только в университете, а в целом в Казани, но вот именно посвященных наукам о Земле, о чем и «Геофест», на самом деле не было. Для чего создан проект? Очень хороший вопрос. Вы знаете, во-первых, нужно отметить, что данный проект интегрирован с большим проектом русского географического общества «Ночь географии». В рамках этого проекта решается важнейшая для нашей страны задача. Это и мотивация людей, всех, и школьников, и взрослых людей, к изучению географии нашей Родины, истории нашей Родины, этнокультурного компонента нашей Родины, без чего просто не может быть образованного человека в нашей стране, без знания нашей истории, географии. И все больше и больше людей вовлекаются в этот проект. Значит, она в правильном пути. Вот такое вот я делаю. Ну, в завершение, да, науки о Земле. Вообще, здесь речь скорее не про их развитие, а про интерес к ним. Все-таки падают, и из-за этого такие проекты появляются. Или, наоборот, растет, и аудитория требует таких проектов. Вы знаете, конечно же, интерес к наукам о Земле, он растет. Причем растет неуклонно среди школьников, среди взрослых людей, особенно среди школьников средних классов. Потому что школьники, особенно средних классов, я акцентирую и повторяюсь, они очень мотивированы к изучению природных объектов, явлений, географических знаний, геологических знаний, геологических процессов. И в целом, особенно вот сейчас, когда мы расширяем знания о нашей Родине, о географических объектах ее, нам открываются просторы нашей Родины, на которые, может быть, мы 5-10 лет назад и не рассматривали особо серьезные для наших путешествий. Допустим, Дальний Восток, Камчатка. Сейчас все это для нас становится более доступным и открытым, благодаря различным программам, грантовым программам, туристским программам, научно-популярным программам и научным исследованиям. И, исходя из этого, интерес растет, и такие мероприятия, конечно, востребованы, являются достаточно актуальными. Я всех приглашаю прийти, принять участие в интересном мероприятии. И, уверяю вас, дорогие друзья, каждый найдет для себя обязательно что-то интересное, свою нишу. 2 июня. 2 июня в 17 часов на площадке Казанского федерального университета в КСК Уникс. Большое спасибо, но и обязательно увидимся на Геофесте. До встречи. Во второй части программы также много интересного. Далее вы узнаете. Чтобы вот этот Коран здесь печатать, было разрешение царя. В память о первом Коране. Какую мемориальную доску открыли в КФУ? Интересно, что об эти издания удивительно ярко иллюстрированы для своего времени. Самые старинные печатные книги России. Какие редчайшие экспонаты славянской письменности хранятся в Казанском университете? В России стартовал период сдачи единого госэкзамена. Первыми на проверку своих знаний отправились ребята, выбравшие для поступления в вузы химию, литературу и географию. 29 мая и 1 июня пройдут обязательные к сдаче русский язык и математика. В России в этом году более 700 тысяч человек будут сдавать ЕГЭ. 15 тысяч из них это татарстанские школьники. К своим первым серьезным испытаниям готовы и выпускники лицея в КФУ. Для них на этой неделе прозвучали последние звонки. Лицей имени Лобачевского и IT-лицей во взрослую жизнь выпустили в этом году 173 11-классника. Напомним, что в эти учебные заведения ведется строгий отбор среди сильнейших учеников не только из Татарстана. А в Елабожской школе университетская почти половина выпускников это дети из Лисичанска. Школьники из Луганской народной республики в Елабге учиться начали в январе. И все они усиленно готовились к успешной сдаче ЕГЭ. Удачи всем выпускникам! О других событиях из жизни университета и республики расскажем в дайджесте. В КФУ открыли мемориальную доску в честь издания в Казани первого тиража Корана. Она расположилась на здании первой в мире татарской типографии 1801 года. Участниками церемонии стали Раист Татарстана Рустам Миниханов, ректор КФУ Ленар Сафин, председатель Думы России Равель Хазрат Гайнудин и муфти республики Камиль Хазрат Самигулин. Исторически, если посмотреть, оказывается, типографии тогда были запреты, чтобы вот этот Коран здесь печатал, было разрешение царя, чтобы вот этот Коран появился. И он появился не случайно, потому что это потребовало время. КФУ и Карагандинский университет имени Букетова из Казахстана подписали меморандум о взаимопонимании. Ректоры Ленар Сафин и Нурлан Дулатбеков договорились о развитии международного партнерства и укреплении связей между ВОЗами. Сотрудничество будет направлено на проведение совместных фундаментальных и прикладных научных исследований, а также развитие инновационной деятельности. Резюме собеседования «Трудовой договор». Филиале КФУ в Набережных Челнах прошел день карьеры. Для 170 ребят прочитали лекции и провели мастер-классы специалисты из Казани. Так, одна из встреч была посвящена трудовому законодательству, нюансах трудоустройства и заключения трудового договора и договора ГПХ. Сейчас особо популярными остается сфера программирования и медицина, потому что сейчас мы видим то, что медицинская отрасль развивается, программирование развивается. В 2023 год перешел тренд на востребованность юристов и финансистов. 20-летний юбилей на неделе отметила кафедра связей с общественностью и прикладной политологией Высшей школы журналистики и медиакоммуникации КФУ. Поздравили преподавателей, сотрудников и студентов спикер парламента республики Фарид Мухаммедшин, руководитель Татмиди Айдар Салимгараев и депутат госсовета Рима Ратникова. Кафедра выросла за это время целая школа педагогических кадров, потому что мы начинали с нуля, с чистого листа. Каждый седьмой выпускник в России обладает IT-компетенциями. Такую статистику привели на форуме для HR-специалистов, представители автономной некоммерческой организации «Цифровая экономика». Несмотря на положительную динамику, дефицит IT-специалистов в стране сохраняется. Ядро таких профессионалов – это те, кто окончил прикладную математику, информатику, информационную безопасность. Но их не хватает как минимум миллион человек. Отметили, что у 40% работников этой сферы есть несоответствие навыков. Им понадобится еще полгода для переобучения. Сейчас на IT-рынок вышло очень много джунов. Если утрированно обобщить это понятие, то это специалисты, которые находятся на начальной стадии своей квалификации. Они реализуют простые задачи. Джунами рынок сейчас перенасыщен. Не хватает профессионалов среднего и высшего звена с широкими знаниями в своей сфере. Это милды и сеньоры. А вот таких IT-специалистов в стране не так много. А какие события этой недели привлекли к себе внимание моего коллеги-соведущего Леонида Толчинского, мы узнаем из его авторской рубрики. И снова с вами «Смотрите сами». Вообще, несмотря на то, что на IT-рынке появляются все новые и новые кадры, этот процесс активно подпитывается государственными средствами, те же дополнительные бюджетные места на IT-направлениях, все больше возникает вопрос про несоответствие их навыков, стремительно развивающимся, в первую очередь под воздействием все той же IT-революции, реалиям. При этом все говорят про несоответствие именно IT-навыков. Но я бы обострил вопрос о несоответствии их навыков гуманитарным вызовом, а не сводил все исключительно к технологическим аспектам. Мы часто обывательски думаем, что так называемые айтишники пишут, например, исключительно код, работают с математикой, занимаются программированием. Но это опасно узкий взгляд на производимое в мире цифровых компетенций. А реальность такова, что эти люди своей деятельностью уже достаточно давно формируют те самые смыслы и поведенческие установки миллиардов людей, о которых мы все время рассуждаем и которые ищем. Они сами, не ведая того, формируют наше видение мира, при этом никак за это не отвечая, а порой и не подразумевая, что они этим занимаются. Некогда заметная грань, отделяющая условных технарей от гуманитариев, стерлась. А в 1923 году это стало окончательно ясно, особенно с момента, когда GPT-подобные чаты стали общедоступны. Отныне доступны всем технологии, бесконечно совершенствуемые IT-специалистами, способны столь сильно исказить восприятие мира, создавая альтернативную реальность, зазеркалья, в которые активно и страстно погружаются миллиарды людей. Вот два совсем простых примера из событий недавнего времени. На неделе сеть облетела информацию, что возле Белого дома в США произошел взрыв. К сообщению была приложена фотография, которая подтверждала это самое событие. Позже оказалось, что эта фотография была сгенерирована очень качественно искусственным интеллектом. Генерация фейка была настолько отменной, что обнаружить это удалось только по отдельным несоответствиям, которые выявили после долгих терзаний специалисты. Но к тому моменту этот фейк уже понесли по всему интернету и про него написали даже достаточно солидно и с большой репутацией источники. То же самое касается фотофейка Папы Римского в модном пуховике. Это было в прошлом месяце. Причем здесь все еще забавнее, потому что на картинке были откровенные артефакты нейросетей типа искалеченных рук, неправильно сделанных паттернов. Впрочем, это не изменило факт того, что этот фейк разнесли по всему интернету. Спохватившись, компания Миджорни, которая предоставляла генеративную нейросеть, посредством которой был изготовлен фейк, была вынуждена на две недели закрыть свой бесплатный тир, чтобы люди не генерировали бездумно фейки. Что тут надо признать? Нам никуда не деться. Мы не способны запретить технологии, которые как снежный ком навалились на человечество и стали столь доступными. Как было бесполезно когда-то запрещать печатный пресс, нельзя было запретить телевидение, радио, интернет. Всякий раз, когда у человечества, у мамы великих людей, появляются новые генерации, медиа становится очевидным, что это уже с человечеством навсегда. Да, можно вводить какие-то дополнительные ограничения, например, законодательные, но мы понимаем, что это лишь ограничения, и принципиально ничего повернуть спять невозможно. Спасение только одно – критическое мышление. Тот самый гуманитарный аспект, которого всем так не хватает, в том числе и разработчикам все новых и новых технологий. А они, как и большинство других, дети тестов и ЕГЭ. Неважно, как и в каких странах этот порог называется. И есть, ох, как есть очень серьезные вопросы касаемо тотального исчезновения критического мышления. Мы все больше живем на каких-то цифровых результатах наших гуманитарных знаний. Простите за каламбур. А критическое мышление так и не работает. Вот с теми же фейками, простейшими, как я говорил, неделя. Например, если хотя бы один журналист задался вопросом в этой длинной цепочке, протащившей фейк про взрыв у Белого дома, а где видеоочевидцев? Именно другие, но тоже очень современные технологии сегодня предполагают, что у любого события есть тьма очевидцев. А где тот факт, что везде, и тем более у Белого дома, есть лайв-камеры? А где этот факт отразился в сообщениях пресс-служб? В конце концов, где реакции условной полиции, наверное, и аналогов МЧС? Да нет. Никто даже не стал перепроверять. Никто даже не стал задаваться такими, казалось бы, простыми и очевидными вопросами. Понимаете, что происходит? Возникает высокотехнологичный фейк, и его миллионы бездумно воспроизводят. Это некая новая реальность общества, лишенного критического мышления. И это гуманитарный аспект. Мы привыкли верить тому, что нам дают поднос. Но фейковое фото может самое безобидное, что может быть продуктом искусственного интеллекта. Уже сейчас пагубные результаты вымывания критического мышления мы видим в ситуациях, когда целые страны готовы идти на ритуальные самоубийства, веря без единой попытке критически осмыслить действия своих политиков, которые под фейковыми тезисами оправдывают свои действия в той же самой Европе, ведущей страны к системному саморазрушению. Это опасность, которую преодолеть способна только система образования. И особенно важно это понять и принять в настоящий момент именно тем, кто творит не гуманитарные знания, а тем, кто созидает технологии. Именно технарям. Потому что технологии в первую очередь формируют нашу реальность, наши смыслы, сами того не осознавая. Вот что важно понять, на мой взгляд. Когда мы думаем, что у условного Цукерберга или Гейтса есть какой-то злобный план вернуть технологиями человечества в состояние бездумных зомби, то при всей симпатии к теориям заговоров, давайте признаемся, проблема во многом от того, что эти ребята никак не мыслят категориями большой гуманитарной ответственности за то, что творят. У них нет этих компетенций в голове, как недостаточны у тех, кто в поте лица работает на них в бесчисленных долинах. Критическое мышление, большое, неформальное, но системное видение мира с его гуманитарной составляющей, вот, наверное, одна из фундаментальных задач мирового образования, по какой бы системе оно не функционировало. В одночасье эту задачу не решить. Она на десятилетия. Но за голову надо браться незамедлительно, пока мир окончательно не ушел в зазеркалье. Такие дела. Всем доброго. Кирилл и Мефодий. Два брата грека, которые подарили миру славянскую письменность. Создание азбуки кириллицы связано с одной историей. В 863 году правитель Великой Моравии попросил у византийского императора прислать учителей для проповеди в недавно принявшей христианство стране. Решено было послать Кирилла и Мефодия. Азбука была создана на основе греческого алфавита, но с полным отражением фонетических особенностей славянского языка. Братья создали корпус текстов на славянском языке. Литературный, а не разговорный, язык смог на столь же высоком уровне, как греческий и латинский обслуживать все сферы жизни славянского общества. Почти сразу после кончины братья были причислены к лику святых. Книжный славянский язык получил распространение в качестве общего для многих народов. Им пользовались болгары, сербы, хорваты, чехи, словаки, украинцы, белорусы и, конечно же, русские. В мире насчитывается около 60 народов, чья письменность основана на кириллице. Разработанная братьями письменность оказала огромное влияние на развитие русской книжности и литературы. Отметим, что преподавание славянских языков в университетах, в том числе и в Казани, было регламентировано императорским указом чуть менее двух веков назад. Но в самом Казанском университете хранятся редчайшие экземпляры рукописных и первых печатных изданий на предшествующих русском языках. Они настолько уникальны, что к ним нельзя прикасаться и снимать. Однако для некоторых изданий все-таки дают съемку, и нам в том числе. О каких книгах идет речь, расскажет Амир Ахтемов. В марте 1564 года вышла в свет первая печатная датированная книга «Апостол». Именно с этой книги Ивана Федорова началась история книгопечатания в России. Для печати первого издания взяли «Деяние и послание апостолов», написанное Евангелистом Лукой, часть Нового Завета. Книгу использовали на богослужениях, при подготовке священников и для обучения грамоте в церковно-приходских школах. Печать столь серьезной книги требовала тщательной подготовки. Федоров с помощниками делал формы для каждой буквы, отливали все новые и новые свинцовые литеры разных шрифтов и вырезали деревянные орнаменты для украшения глав. За процессом подготовки следил лично государь. Сотрудники отдела рукописи и редких книг научных для тех Николая Лобачевского предоставили нам «Апостол», выпущенный в 1621 году. Конкретно этот «Апостол» был выпущен в 1621 году в Москве. Помимо этого у нас в руках нотная рукопись 17 века. Интересно, что оба эти издания удивительно ярко иллюстрированы для своего времени. В очень интересном кожаном переплете. «Апостол» — это часть Нового Завета, написанная Евангелистом Лукой о деяниях и посланиях апостолов. Книга состоит из 267 листов и 25 строк на каждой странице. Сам «Апостол» декорировали в стиле древнерусских рукописных книг. Деревянный переплет обтянули сафьяном, с золотым тиснением, а также с золотыми застежками. Редакцией «Апостола» для печати занимался не только Федоров, но и митрополит Макарий. Очистив язык от устаревших форм, текст приблизили к последнему церковнославянскому. В ней еще не было титульного листа, но уже появилось послесловие, которое называют первым публицистическим текстом в русской литературе. Именно из него историки узнали, как появилась первая печатная книга. Амир Ахтямов, Ленар Гизатуллин, КФУ. Итоги недели. «Русский язык в умелых руках и в опытных устах красив, певоч, выразителен, гибок, послушан, ловок и вместителен. Язык – это история народа. Язык – это путь цивилизаций и культур», утверждал русский писатель Александр Куприн. Берегите свой язык, культуру, традиции. От этого зависит то, как будут развиваться дети, семьи и страна. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова